Йоу, Йоу, стой! Ты уже ушла и не узнаешь о том, что я хочу поделиться с тобой сейчас фразами из крикета и как настоящий джентльмен не скажу ни разу Йоу, fuck Йоу, в начале была игра, и игра была крикет или крикет А все, кто не играет в эту игру, they are not crickets То есть, как ты уже понял, эту фразу используют, как правило, в отрицательном значении Например, ты можешь сказать о том человеке, который выключил этот ролик после третьей секунды He closed the video right away, that was not crickets То есть, он закрыл это видео сразу же, и это было не круто That was not crickets, that was not cool Вторая фраза Эта фраза берет свои стоки из самого успешного броска за один раунд в крикете Ничего не знаю об этой игре, но могу точно тебе сказать, что этой фразой ты описываешь свое сильное воздействие эмоциональное на кого-либо Например, ты можешь сказать Ты меня сильно удивила, когда купила эту сумку, Настя Или же в другом примере Новость о смерти Кобзона повергла меня в шок В этом году уходит очень много легенд Face Спасибо, что живой Третья фраза Как ты наверняка уже догадалась, главный спортивный инвентарь в крикете или крикете это ракетка И ты наверняка уже знаешь фразу Это фраза, которую ты описываешь действие или событие, которое происходит сразу же Например, ты можешь сказать Сходу говоря, Сэм, мне нравится твоя рубашка Спасибо В нашем же случае Of wants is bad Это фраза, которую ты описываешь действие или решение, которое ты принимаешь самостоятельно Например, ты можешь сказать Come on, I made that decision off my own bed Или же в примере чуть полегче No one had to tell me what to do I bought that chocolate off my own bed То есть фраза Of wants is bad Или of my own bed Ты используешь для того, чтобы выразить то, что ты приняла решение сама и никто не помогал тебе То есть of wants is bad значит без чьей-либо указки И четвертая последняя фраза на сегодня To have a good innings Man, я в течение всего этого ролика ни разу не сказал слово на три буквы Поставь лайк и поддержи черного парня в этом Единственное, что я знаю о крикете или крикете, так это то, что периоды в игре там называются Innings И to have a good innings переводится как провести хорошее время Как правило, эту фразу используют для описания жизни людей Например, ты можешь сказать Mr. Кобзон passed away at 80, but he had a good innings Mr. Кобзон ушел из жизни или от жизни в 80 лет, но он провел хорошее время Обрати внимание на две вещи Во-первых, innings всегда в множественном числе И во-вторых, никогда не переведи эту фразу дословно Фух Ни разу не сказал слово на букву и краткое Поставь лайк этому ролику, подписывайся на канал И кстати, раз сборной России по крикету играет мисс Брызгалова Я теперь буду смотреть этот став Пока Субтитры сделал DimaTorzok